Модная индустрия в России. Какими бы стремительными темпами она не развивалась, объективно еще догоняет уровень Европы и Соединенных Штатов. Это объясняет то, что по большей части у нас в сфере заняты молодые специалисты. В свои 21 Маруся Махмутова успела посотрудничать с журналом Космополитен, CNC, с сайтом журнала Vogue. И это несмотря на то, что большую часть жизни она проводит в Челябинске. Ну, на самом деле, да, мне кажется, первый раз в жизни я пожила за границей, чуть-чуть подросла и наконец-то зашла до того, чтобы где-то поболтать на публику и решили устроить такое мероприятие. Первостепенно для меня вдохновляет людей, честно. Я очень надеюсь, что каждый сегодня пришедший уйдет немножко вдохновенно, хотя бы чуть-чуть. Моросу знаю уже давно и мне хотелось посмотреть на ее работы, как она изменилась и встретиться вживую, пообщаться, поскольку вижу рост человека, знаю, с чего начинала. И, конечно, это большие достижения, которых она добилась. Это, ну, удивляет, потому что человек из приоциального города, в принципе, из небольшого. Просто будучи фотографом, я писала, правда, многие издания, как бы, ну, обычно на молодых фотографов реагируют, как бы, ну, типа, вот так. Если у тебя есть связи и тебя кто-то представит им, то будет уже хорошо, как бы, тогда тебя заметят и на тебя посмотрят. Так как бы, если ты просто, ну, даже не смотря, если ты видишь крутой подфолио, смотря на это, ну, как бы, обычно, так, ну, типа, кто-то прислал, и сама, окей, типа, кофе, у нас свои фотографии. Эпатаж, свойственный ее работам, присутствует по обе стороны объектива. Эксперименты с прическами и одеждой становятся не только предметом обсуждения, но и попадают в кадр коллег-фотографов, работающих в жанре стрит-лук. Мне кажется, фэшер-фотограф – это, прежде всего, человек, который увлекается творчеством. Это ему интересно творить, и он не только хочет зарабатывать деньги, но при этом изучает что-то большее в дизайне, в стиле. Бессловно, я считаю, что должна быть история, поскольку иначе не будет интересной, не будет эмоций настоящих, потому что, когда ты смотришь фотографию, ты должен видеть настоящие эмоции. Я хочу сказать, что она тот человек, которого я могу с моделью оставить вообще наедине. То есть я могу выдохнуть и пойти дальше, то есть пойти делать какие-то другие работы. К сожалению или к счастью, больше ни с кем я так не могу работать. И потому, как сегодня модным профессиям мало кто учит, специалистам в этой сфере приходится много доверять интуиции и экспериментировать. Но преимущество ситуации в российской фэшн-индустрии, несомненно, в том, что возможность заявить о себе есть у каждого, кто желает работать в этой сфере.